всем привет на канале old dutchman у нас сегодня с вами вновь тема спорта а именно спортивных единоборств и один из репортажей запланированных мною о чемпионате европы и мира по кикбоксу чемпионат проводился в городке ауэрбах баварии 20 апреля 2024 года вот сейчас мы смотрим на дальнем плане в кепке в черной кепке стоит 11-кратный чемпион мира по кикбоксингу шестикратный чемпион германии по кикбоксу и он вышел против своего претендента 26-летнего паренька скажем так региональный чемпион завоевавший неоднократно множество титулов но еще не имеющий пояса значит скажу просто по возрасту претенденту 26 11-кратному чемпиону мира 39 лет он вышел не то чтобы подтвердить свой пояс но и взять новый пояс чемпионский титул этот поединок вызвал бурю восторга бурю оваций среди публики находящийся в зале потому что до этого конечно были поединки другие они относились к чемпионату европы были поединки просто на завоевание кубка были на чемпионские титулы европы и так далее но то естественно скажем так аматеры да типа не назовешь их любителями но это спортсмены которые проводят в этом кикбоксе уже не первый год своего времени и отлично в этом деле разбираются но здесь уже это был один из последних поединков вечера здесь уже мы видим с вами действительно профессионалов которые провели на ринге не один год может может даже кто-то и лет 10 может 15 потому что чтобы стать 11-кратным чемпионом мира по кикбоксу для этого нужно как минимум один раз в год подтверждать свой чемпионский титул вы понимаете о каких навыках я говорю чемпионат проводился под эгидой всемирного союза кикбоксинга то есть именно по правилам кикбокса запрещено применять локти запрещено работать коленом в голову поэтому многие тайские боксеры да и в том числе мой коллега по работе они вынуждены были работать чисто по кикбоксерской технике я так думаю что если человек профессионал то у него с этим проблем не будет поэтому все равно все равно поединки были интересные поединки были напряжены многие поединки были напряженные многие заканчивались буквально не успев начаться там в течение одной-двух минут одному пареньку просто выбросили полотенце потому что он вышел на свой первый профессиональный бой и к сожалению он его не выстоял и тренера увидели когда его начало просто-напросто сносить уже в сторону вот пожалуйста сейчас момент чисто случайно чисто случайно человеку попали ногой в паховую раковину она зацепила эта раковина ушла в живу в живот вниз живота и вот да это довольно таки неприятное ощущение и парень очень долго потом лежал восстанавливался но в общем сейчас вы увидите этот момент ну не без этого действительно не без этого в некоторых поединках были переломы пальцев на ногах разрывы связок были один парень причем сломал на левой стопе 4 палец вплоть до разрыва между пальцами стопы вот этих вот тканей это ужасно неприятно было но это спорт это так как некоторые говорят боевой спорт но на ринге отличие в том что от от улицы отличие в том что вас в любой момент могут оттянуть от вашего противника бой могут остановить чтобы вы могли восстановиться чтобы вы могли прийти в себя и при действительно невозможности продолжать бой вы могли от него отказаться на улице конечно такого нет в общем смотрим дальше что же сейчас у нас будет я спросил одного из соседей с которыми мы сидели за столом неужели у него паховая раковина блин слабая он нет говорит она просто огромная большая не как в карате она большая и скорее всего говорит он зацепил вот этот вот джон который стоит вот 11 вот вот его бы вот 11 кратный чемпион мира по кикбоксу скорее всего он неудачно нанес удар и ногой хотел сделать видно лоу-кик и получилось так что он зацепил по паховой раковине и довольно таки болезненные ощущения но вроде бы претендент восстановился и сейчас бой продолжается ну смотрим смотрим к чему приведет нас вот этот вот поединок после такого удара восстановиться довольно таки тяжело но это спортсмен это боец это действительно боец потому что сейчас мы увидим с вами красиво красивый лоу-кик хороший лоу-кик идет размен ударами ну вот да я тоже не понимаю вот это все внимание глубокий нокдаун вы видите вот так вот человек в свои 39 лет рассчитывая на свои возможности на свой опыт на свои силы вышел взять двенадцатый титул чемпиона мира по кикбоксу вот посмотрите как он поднимается поединок был остановлен это конечно это это сильнейший удар сильнейший шок для спортсмена сильнейший шок для профессионала и взлет триумф для претендента ставшего чемпионом мира по кикбоксингу по версии в ку со своей стороны я стоял рядом с тренерами вот это вот парня рауля и когда он отправил в нокдаун этого чемпиона мира все были в шоке все кричали как это это было что-то это было что-то что-то с чем-то но естественно я стоял рядом с этими тренерами я я кричал на этого джона ты что озверел вставай вставай они посмотрели на это елки палки но тем не менее это был все-таки хороший поединок это был хороший поединок это был зрелищный поединок то это был блестящий бой причем с таким триумфальным окончанием которого никто не ожидал потому что ну как так ну просто в голове не укладывается иногда что до чемпион мира выходит одиннадцатикратный чемпион мира шестикратный чемпион германии против претендента и блин он проигрывает конечно это для него сильнейший удар это сильнейший удар по его карьере но это спорт это спорт он сопряжен и с падениями и со взлетами нужно рассчитывать на то что не всегда ты будешь побеждать если ты умеешь падать то научись и вставать я надеюсь что все-таки если вдруг будет в следующем году опять проводится этот чемпионат и человек проигравший этот поединок приедет на чемпионат снова для того чтобы вернуть свой титул то это будет действительно зрелищный бой это будет зрелищный бой который стоит посмотреть сейчас будет вручение ну естественно сейчас судьи скажут кто выиграл стал новым чемпионом мира вот потом вручат этому парню раулю пояс чемпионский дальше после каждого поединка вот как в этом поединке в любых других с этими чемпионами старался каждый сфотографироваться знает он его не знает пытались все подойти но хочется иметь свою собственную фотографию для чего фиг его знает все равно через какое-то определенное время это эту фотографию уничтожишь потому что нет и этого чемпиона не знаешь не он тебе не знает вот так выглядит этот пояс в общем я надеюсь это видео вам понравилось заворожило вас заинтриговала потому что дальше я буду выкладывать еще видео по этой теме всем удачи пока пока пока